Всем привет! Сегодня у нас будет необычное видео, сегодня мы будем разбирать гайд по стилю, который я нашла совершенно недавно И мне кажется, здесь есть о чем поговорить На самом деле, про автора этого гайда я вообще ничего не нашла Информацию про сам гайд я тоже не могла найти, то есть я не могла найти, он продавался, вообще он распространялся То есть я не могу сказать, был он платным, либо это был какой-то продукт, а такой, знаете, для того, чтобы подогреть аудиторию к платному продукту Просто разберем с вами гайд как продукт и посмотрим, что же здесь такого Потому что часто такие продукты вы можете встретить в инстаграме И нужно всегда думать несколько раз, что вы будете покупать, будет ли в этом продукте действительно что-то интересное и стоящее для вас В общем, поехали! Итак, это гайд по стилю, в котором есть несколько советов, которые должны, по сути, нас научить, как нам правильно одеваться, как красиво одеваться То есть должны научить нас стилю И значит, автор гайда пишет, я научу тебя одеваться модно и стильно, составляю образы на все случаи жизни Возможно, здесь опечатка просто, здесь даже нет точек, здесь только запятые Со мной ты станешь уверенной в себе, найдешь свой стиль, все, что нужно, это просто подписаться на меня в инстаграм А возможно, я могу предположить, что гайд составлялась, например, с девочкой-подростком Судя по какому-то стилю письма, мне так показалось Значит, первый совет, прислушайся к себе Первым делом нужно заглянуть внутрь себя и определить, в каком образе тебе будет комфортнее И в чем ты чувствуешь себя уверенно и естественно При этом нужно учитывать такие факторы, как возраст, особенности внешности и профессию Это буквально вступление, это не совет, то есть прислушаться к себе, определить, в каком образе нам комфортнее Но не всегда человек может определить сам, в каком образе ему комфортно, в каком образе ему больше нравится Какие вещи ему подходят, просто потому что он этого не знает И, соответственно, в таких гайдах, на мой взгляд, должны быть совершенно конкретные советы по подбору одежды. Например, по поводу базового гардероба, по поводу акцентных вещей, в чем различия, какие есть типы фигуры и так далее. То есть, гайды должны быть, так сказать, более обширные, более объемные. Пока первый совет как-то меня не впечатлил, потому что, ну уж какой-то он слишком абстрактный, какой-то, знаете, ну такой, вода какая-то. Совет 2. Отличительная вещь. Судя по всему, акцентная вещь. Чтобы создать неповторимый стиль, подбери себе отличительную вещь, которая станет дополнением любого образа. Это могут быть очки, шарфики, браслеты, шляпки, украшения для волос. Все-все-все, что придет на ум. Мы пишем про отличительную вещь. Давайте будем называть ее акцентной вещью, яркой вещью в образе. И совет такой, знаете, как будто бы вступление и сейчас нам дадут какую-то более конкретную информацию. Что такое акцентная вещь, как она должна выглядеть. А проведу примеры акцентной вещи и неакцентной вещи. Мы с вами уже тысячу раз об этом говорили в моих видео, поэтому я вам тоже здесь рассказывать об этом подробно не буду, потому что мы буквально об этом говорили миллион раз. То есть конкретного совета, что такое акцентная вещь, что такое базовая вещь, мы здесь не видим. И как понять тогда в таком случае, что является одним, а что является другим. Как нам это вычленить? Мы берем этот гайд, скачиваем его, покупаем, либо он нам достался бесплатно. Неважно, мы хотим получить какие-то советы конкретные по стилю. Мы видим просто какие-то абстрактные картинки, которые ничего нам абсолютно не говорят, потому что мы пока еще ничего не знаем в стиле. Мы не знаем каких-то азов, и нам важно их получить, здесь же мы их не получаем. Если этот продукт был платным, то, конечно же, конечно же, он бы не стоил и рубля, который за него заплатили. Следующий совет 3. Следить за модой не означает следовать ей. Не обязательно покупать пару кожаных юбок, если они модные в этом сезоне. Это непрактично, дорого и не факт, что вам они идут. Но наблюдать хотя бы за стилем знаменитостей можно, черпая полезные детали для себя. Какие-то вводные конструкции, как будто мы читаем введение какой-то курсовой работе по стилю. Нам как бы кратко излагают, что будет в каждой конкретной главе, но дальше мы опять же не получаем никаких конкретных советов. То есть, ну понятно, следить за модой. Все знают это выражение, то есть все люди знают, что в принципе за модой стоит следить. И здесь было бы логично описать, как конкретно нужно следить за модой. Понятное дело, что можно следить за стилем знаменитости, черпать для себя какие-то детали, как здесь написано. Но как это интегрировать в свои повседневные образы? Можно было бы привести парочку примеров, например, с подиумов, тренды какие-то взять и показать, как, например, в жизни это можно адаптировать. А взять какие-то, например, фотографии фэшн-блогеров, там, знаменитостей и показать, как можно в жизни повседневно адаптировать то, что на них надето. Следующий совет 4. Эксперименты. Найти свой собственный стиль непростое занятие и без экспериментов тут не обойтись. Главное быть смелым и не стесняться. Меняй прическу и цвет волос. Смело сочетайте вещи, которые тебе кажутся уместными. Здесь просто, ну, ошибка даже в самом предложении. Одевай то, на что раньше не мог решиться. Во-первых, надевай. Даже отрицательный опыт это ключик к созданию собственного стиля. Конкретно тоже можно было бы показать, что такое эксперименты на собственном примере. То есть, например, если обычно вы одеваетесь вот так, скажем, да, это, например, скучный образ. Это уже образ более такой собранный, более интересный, более оригинальный. Что конкретно? Ну, это странно немного. Все равно какие-то правила сочетаний должны быть приведены. Возможно, сочетаний фасонов для каждого конкретного типа фигуры, например, да. Потому что многие люди не знают, как им одеваться из-за того, что не могут подобрать вещь на свою фигуру. Было бы уместно в конкретном случае, в конкретном совете про эксперименты хоть что-то про это упомянуть. Цвета волос, какие в тренде на сегодняшний день, когда выпускается этот гайд, например, на 2020 год. Какие окрашивания в тренде, какие прически в тренде, чтобы люди, экспериментируя, могли экспериментировать правильно, современно и актуально. О, дальше. Учимся сочетать вещи. Уже что-то интересное. Правильное сочетание вещей, это, пожалуй, и есть ключ к созданию неповторимого образа. Есть несколько правил, которые помогут вам избежать нелепых ошибок. Не нужно сочетать между собой вещи холодных и теплых цветов оттенков. В целом образе должно быть не больше трех цветов, разве что, если эти оттенки одного и того же базового цвета. Лучше подбирать одежду тех цветов, которые подходят вашему цветотипу. Одежду из плотных тканей нужно одевать только поверх всех остальных. Не забивать гардероб ненужными, но симпатичными вещами, которые ни с чем не сочетаются. Лучше приобрести пару качественных вещей, которые станут базовыми для большинства образов. Черные джинсы скини, рубашка мужского кроя, юбка-карандаш и тут троиточи. Не нужно сочетать между собой вещи холодных и теплых оттенков. Но, во-первых, это миф. Мы с вами уже про это говорили и говорили о том, что здесь важно смотреть на насыщенность каждого конкретного цвета. А те люди, которые сочетают между собой много цветов и умеют это делать, вполне делают это успешно. Также фраза «в целом образе не должно быть больше трех цветов» тоже уже устаревший миф. А, например, вы можете вдохновляться идеями с Пинтереста, со стрит-стайла, смотреть, как делают это люди, которые занимаются этим постоянно, сочетанием огромного количества цветов и делать это в своем образе тоже. Просто это сложно. Это достаточно сложно, особенно для тех, кто только начинает разбираться в этой теме. И многим людям советуют не брать больше трех цветов, чтобы не ошибиться и наверняка составить гармоничный образ. Но это миф. Следующее. Лучше подбирать одежды цветов, которые подходят вашему цветотипу. Но мы с вами уже говорили о том, что цветотипа не существует. Все, на что вам нужно ориентироваться, когда вы подбираете цвета, это на подтон вашей кожи. Какой у вас подтон кожи. Соответственно, холодный, теплый, возможно нейтральный. Далее, вот эта вот фраза. Лучше приобрести пару качественных вещей, которые станут базовыми для большинства образов. И в скобочках черные джинсы скини, рубашка мужского покроя, юбка-карандаш. То есть, что такое базовые вещи? Здесь буквально три примера в скобочках, дальше троеточие. И на мой взгляд, мне непонятно, почему здесь нет большего количества базовых вещей. Стоило бы описать вообще весь набор базовых вещей, который существует. Для каждого гардероба набор базовых вещей будет свой, естественно. Но, когда мы представляем, собственно, все базовые вещи, люди могут из них выбрать. Здесь же нам только даны какие-то примеры, и как мы дальше должны разобраться, какие должны быть брюки. А какая должна быть обувь? То есть, что такое базовые вещи и конкретный их набор обязательно должен был быть в этом гайде. Но здесь его нет. Следующий совет 6. Аксессуары. Икона стиля Виктория Бекхам всегда говорит о том, что аксессуары – это дополнение любого образа. Очки, часы, сумка, браслеты, кольца, платки. И к этому стоит прислушаться. Но нужно знать меру. Не стоит использовать в одном образе больше трех различных аксессуаров. Здесь нужно сделать уточнение, что не больше трех аксессуаров в портретной зоне. Потому что все они начнут перетягивать на себя внимание. И получится так, что у вас здесь будет просто загромождено пространство. То есть, у вас здесь будет слишком много аксессуаров. Далее, что у нас идет – это сумка, это кольца, это браслеты, это часы. Здесь уже не важно. Всегда нужно уточнять такие вещи, потому что люди могут расценить это буквально. И подумать так, что можно надеть только одно кольцо и две сережки. Совет 7. Прическа и макияж. Девушка может быть великолепно одетой. Мне нравится вот это «великолепно одетой». Звучит красиво, скажите. Но с безвкусным макияжем и плохой стрижкой будет выглядеть не лучшим образом. Волосы подчеркивают и обрамляют лицо. Поэтому нужно экспериментировать и подобрать прическу, которая вас украшает. Это действительно классный совет, но если мы говорим про какие-то вещи, мы должны их как бы уточнять и конкретизировать. Какие есть тренды макияжа, какие есть базовые оттенки для макияжа, какой макияж сейчас актуален, например, да, какие-то продукты, возможно, даже предложить. Но это уже не гайд по стилю будет. Но тем не менее, можно было бы какие-то тренды макияжа разобрать. Потом, прически тоже можно было бы упомянуть тренды, да, какие-то. Формы лица здесь обязательно нужно было упомянуть, кому что подойдет. Ну, как нам подобрать прическу конкретно, которая нас украсит. Мы не знаем, мы хотим узнать, но мы не можем это узнать из этого гайда. Ну и последний совет. Совет 8. Обувь. Важной деталью в стиле является обувь. Она должна быть не только модной, но и удобной. И это все про обувь. Тут больше ничего про обувь не сказано. Спасибо, что дочитала этот гайд до конца. То есть это гайд. Гайд не может быть таким похожим на чек-лист. Но даже если это чек-лист, то чек-лист должен быть с какой-то конкретикой. Если мы говорим про обувь, то это должен быть чек-лист обуви, конкретный, подходящий для 2020 года, например, базовый. Но фраза просто важной деталью в стиле является обувь. Она должна быть не только модной, но и удобной. Чего нам абсолютно не говорит про обувь. Какая должна быть обувь? Какую покупать в 2020 году? Какая кому подойдет? Какая уже не актуальна? Какую не стоит брать? Мы увидели просто абстрактные советы, с которых начинается любое базовое изучение стиля. Каждый из этих советов должен иметь под собой какую-то информацию, какое-то содержание. Здесь содержания абсолютно никакого нет и нет никакой полезной информации, которую мы могли бы получить, купив этот гайд или просто скачав его где-то бесплатно. То есть сам факт того, что этот продукт существует, мне непонятен, потому что он абсолютно никакой. То есть он действительно никакой и никаких советов мы здесь не получили. Мы не можем никогда предугадать, но, к сожалению, вот такие продукты существуют на просторах интернета, которые абсолютно не несут в себе никакой смысловой нагрузки. И это печально, на мой взгляд, и очень-очень обидно. Возможно, если когда-то я создам свой гайд по стилю, я постараюсь его сделать страниц на 100, чтобы там было, ну, все, буквально, что нужно для того, чтобы начать изучать стиль с самых азов, с базы, так скажем. Но тоже, возможно, мой гайд будет и каким-то плохим, кто захочет его обсудить. Я совершенно не против этого. В общем, да. Надеюсь, что это видео было для вас интересным. Если так, то обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока!